Ну что, привет, Страж! В этом видео я расскажу о пяти самых необычных пасхалках и секретах Destiny 2, которые появились в игре после релиза дополнения за гранью света, или были как-то связаны с этим аддоном. Какие-то из них ты наверняка встречал, но я уверен, что смогу тебя удивить. Начнём. Например, как тебе такое? После релиза за гранью света, на Луне появились активные терминалы с титульным экраном Венера. Конечно, нельзя тут же не вспомнить о рейде World of Glass, который как раз располагался на Венере в первой части, и который в этом году должен появиться в сиквеле. Снизу же указаны несколько наименований. Например, Земля Афродиты. Афродайт Тера. Это самая большая часть суши Венеры в реальном мире, о которой можно почитать в Википедии и источниках НАСА. Вот она на карте. Локация названа в честь древнегреческой богини любви и красоты Афродиты. Второй термин на экране. Maxwell Montes. Локация другого крупного материка Венеры. Иштар Тера. Ну а третья локация. Скалы Иштар. Иштар Клиффс. Как раз именно та локация, в которой располагался вход в подземелье рейда World of Glass в первой части. Конечно, самое очевидное предположение, что это такой очень маленький намек на скорое появление Венеры, как полноценной локации во второй части. Ну а три этих локации, имеющие аналоги на реальной Венере, это не что иное, как обозначение территорий, к которым мы получим доступ. Так что было бы здорово, если бы это оказалось правдой. Венера была очень красивой планетой, а уж с графическими возможностями второй части она будет еще круче. Итак, говоря о следующей пасхалке, нам придется зайти издалека. Очень издалека. Аж из 2015 года и даты релиза дополнения The Taken King в первой части Destiny. Тогда в специальное коллекционное издание входил журнал с зарисовками Кейда 6, а также его заначка со стрейчкойной. Среди всего этого богатства можно было найти, во-первых, этот скетч, который один в один повторяет один из концептов к дополнению за грани света, который выйдет спустя более пяти лет. Но даже это не все. Там же можно отыскать карту, которая уж очень напоминает нам Европу. Ну как очень напоминает? Фактически это одна и та же локация. Так что да, конечно идея добавить Европу или Encelad в игру была еще в первой части, но к финальному результату эта мысль пришла уже только в 2020 году. В любом случае, забавно то, что Кейт показал игрокам будущую локацию за 5 лет до ее релиза. Теперь возвращаемся в машину времени и переносимся во времена до релиза первой игры Destiny в далекий 2013 год. Тогда Банжи представили первый ролик об игре и показали геймплейный отрезок, а затем несколько коротких фрагментов из сюжетки. Вот в этом моменте мы видим... Ворона. Да, Ворона, а не Ульдрана. На тот момент в 2013 году этот персонаж был придуман именно под именем Ворон, и ему была отведена совсем другая роль. Это потом он уже вдруг стал Королевских Кровей. Ну так вот, в 2020 году, когда вышел квест на экзотический револьвер Хоук Мон, и нам нужно было собирать несколько перьев, каждому из них давалась маленькая подсказка. И вот к третьему перу подсказка гласит... Я где-то. Знаю, это не очень помогает, но это руины на земле. Я лечу, и это башни, корабли. Я приземляюсь на обломок колонны и вижу себя. Но это не я. Не думаю, что я был им когда-то. Я произношу слова, которые никогда не произносил. И тут страж. Да, один страж. Очень неочевидная деталь для новых игроков, но такая интересная для тех, кто помнит тот самый анонс в 2013 году. Очень круто, как по мне. В дополнении за гранью света, одной из моих любимых миссий стала та, что отправляла нас в город Рис по поручению скитальца, в ходе которого мы получали экзотический гранатомет «Хватка спасения». То, как наш призрак старательно изображал скитальца, заставило многих посмеяться. Так, так. По моим данным, на этой крыше полно баков с эфидом. Взрыв опасно. Используй, чтобы разобраться с охраной, пока она не разобралась с нами. Сестренка. Но изначально скиталец должен был сам быть с нами на связи, однако при работе над миссией случилось так, что актер, озвучивающий скитальца, из-за осложнения с коронавирусом не смог принять участие в работе. И тогда у одного из сценаристов возникла идея передразнить скитальца с помощью призрака. Нолан Норт, актер, что озвучивает призрака, с первого раза справился настолько хорошо, что ему было сказано переписать это чуть хуже, чтобы была слышна разница. Ну что за талантливейший человек? Напомню, что он уже заменял голос Кейда во вступительной миссии к дополнению «Отвергнутые», где разницу было очень сложно заметить. Ну и последнее на сегодня. На космодроме, возможно, скоро предстоит столкновение с тьмой. Ну или как минимум могут найтись секретные послания, связанные с ней, как это было на Европе. Дело в том, что в этот раз небольшую ошибку допустили левел-дизайнеры. Если вы долетите до локации, на которой начинается вступительный квест нового света на космодроме и вооружитесь снайперской винтовкой с прицелом хорошей кратности, то вдалеке сможете заметить две парящие статуи тьмы. Точно такие же, как мы видели внутри пирамиды на Луне или в рейде «Склеп глубокого камня». И конечно, они там не должны находиться, по крайней мере не так вот летать. Чаще всего в таком виде в разных играх можно найти склады разных ассетов и предметов, которые используют создатели уровней. Вместо того, чтобы постоянно лазить из одной библиотеки с фигурами в другую, левел-дизайнеры часто прибегают к тому, что оставляют кучу нужных предметов под рукой прямо на уровне в редакторе, обычно за текстурами или в закрытых комнатах, а потом ненужные удаляют, чтобы не грузить систему. Но в этот раз вот не удалили. Конечно, утверждать точно нельзя, но всё же, если левел-дизайнер, работающий над космодромом во второй части, использовал ассеты, связанные с тьмой, работая над этой локацией, значит, вполне вероятно где-то они были применены. Ну а эта парочка просто не пригодилась. Что ж, надеюсь, этот ролик помог тебе скрасить последние дни в ожидании нового сезона, который стартует 9 февраля. С его началом я вновь буду делать множество полезных гайдов и видео с подсказками, так что будет круто, если ты подпишешься на канал и мы вместе будем продвигаться по сезону «Избранный». А пока, до связи!